Извините, вылазили с той машины после тренировки, я уже не говорю про гонки. Такое впечатление, что мы в шахте побывали, потому что на два слоя было это все. Потому что не было такого уровня подготовки и техники, чтобы там, вот как в Митсубиси, едешь как в Ролл-Сройсе, ни пыли, ничего нет. А там, извините, что на улице пылюка, что в салоне, одинаково. А в Волге так там еще вот эти все дыры, там с них чуть ли не вода в морду била. Это очень такое было, это надо было очень любить этот вид спорта, чтобы выдержать эту трех-четырехдневную гонку. Причем там дистанции были какие-то, я уже не помню, но колоссальные. То есть там за тысячу километров, наверное. Ну вы же до сих пор это любите, правильно? А это как бы тут любить? Это, я считаю, что это какой-то болезнь на уровне самошенства. Разрубить это нельзя. Разрубить автоспорт невозможно. В автоспорт бывают, приходят случайные люди. Ну так они быстро и уходят. А вот, ну представьте себе, что я как бы считаю себя там большим хозяйственным руководителем, считал за счастье просто вот по лодке в солярке мыть рессоры. Ну, кстати себе ответственность этой операции, помыть Волгодскую рессору в солярке, в ночевых солярках. Я помню это. А Андрианов еще, царство ему небесное, Саша, был такой парень, что он еще как бы, будучи тогда водителем, он еще как бы, наверное, хотел показать, что твой галстук еще ничего не значит. То есть ты там большой начальник, а вот тот, кто ты есть на самом деле. Ну, я про любовь, не увядающую, не случайно спросил. Мне хочется понять, как вы сейчас себя чувствуете, стоя на обочине. Я так понимаю, наверное, на Трембите, да? Вот вы нулем проехали. Было такое же? Вообще-то говоря, это был редкий случай, правильно? Последнее время у вас не тянет? Ну, как это было хорошо? Либо вы себя заставляете не тянет? Когда мы по скоростному контролю оказали третий результат. Тянет? Тянет здорово. Это, с одной стороны, очень разочаровывает. Меня это очень разочаровывает, что мы с Леней уже вместе. После такого периода? 120 лет. Без тренировок, без тестов, без перепроверки, там, с инограммой и так далее, и можем ехать в пятерке. Мне это очень больно. Это говорит о низком уровне канала? Совершенно верно. Саня, а что так далеко ходить? Ты возьми вот 10 лет назад, когда еще был Андрюша Александрович, когда ездил в Розумовске. Так конкуренция какая была. Как в том-то и дело. Одна ошибка, и все, гонка слита. Одна ошибка. Секунд на 5-6, все, гонки нет. И ты отдал гонку уже, все. На одном допе. Там цена ошибки была такая, потому что там, ну, по-моему, там хоть и чемпионат выиграли в десятке, в десятых. Я уже не помню, это такой случай, что, то есть, ну, десятые доли секунды, вот гонка, да, по чемпионату. Это очень серьезно было. И тогда, и тогда, как-то вот, ну, тогда спрогнозировать, кто будет на подиуме, на старте было невозможно. Сегодня можно, в принципе, сказать. Вот если он не сойдет, вот только бы победит. Да, вот если младший Солюк выехал на Волгу, ну, я давно говорил, такие пилоты, как Солюк и Протасов, они должны ехать в этом пелетоне. Они, во-первых, просто себя деградируют. Да, во-вторых, они с него давно выросли. И настолько всех остальных просто опускают. Деморализуют. Ну, пусть не обижаются люди. Ну, это правда было. Как думаете, с чем это связано? Сейчас не моют рессоры? Вы знаете, нет, нет, я знаете, я думаю, что это связано в том числе и с тем, что, если раньше было тяжело с обочины прийти в автоспорт, ну, как бы для этого должно быть очень сильное желание. Да, то сейчас практически это невозможно. Без денег. Вот я могу добавить немножко. Без денег. Вот. Чем это может быть связано? Саша начал свой накапливать опыт с 17 лет. Саша был чемпионом Украины, не имея автомобильных прав. На разных дисциплинах, да, и подъемы, и кроссы, и кольцо, и так далее. И он копил багаж опыта. Юра Протасова начал с картина. Тот вообще бог знает, когда начал копить. И, когда они пришли к этим автомобилям, когда он уже, Саша, 12-ку разрывал, она его не выдерживала, он сел тогда на полный привод. И, мы поняли, что нам делать тогда. Хотя, ВАЗ-112, это та машина, которая могла сделать кувырок на тренировке и завершить еще гонку, и то и выиграть. К сожалению, большинство пришедших не имеют этого наката. А техника серьезная? Они приходят сразу на ралли и хотят на полный привод. Я не в обиду, но для меня это не серьезно. Сосудствуют эти вот начальные стадии, они их не проходят. Ну, понимаете, начальные стадии, они дают тебе постепенно ощутить автономию. я говорю, вот так, вот нельзя заниматься высшей математикой, не изучив арифметику, и таблицу умножения. И таблицу умножения. Вот оно как. Вот почему. Потому что кто не ездил на заднем приводе и не ездил отдельно на переднем приводе, ну, как бы, я не знаю, каким надо быть врожденным талантом, чтобы сразу сесть на митсубиси. А вот сейчас, вот третьего, вот я два примера привел, да, Солюк и Протасов. А вот третий, кто подобный, я не могу вспомнить. Вот с таким багажом опыта. Вот я не могу. Наверное, нет. Сейчас, в этом передуме нет. Вот и ответ. Это, это мое чувство. Вот. Ну, я скажу, что Валера Горбань очень быстро прогрессировал в одно время, потом как-то вот, по-моему, он не там начал искать. Он начал искать в технике, в настройках, на том, на сём. Вот. Ну, я подхожу немножко. Я думаю, что со штурманами у него была проблема, на самом деле. Ну, я думаю, он тоже может похвастаться вот одним из таких, мощных багажей знаний. Может быть, явно он не дотягивает, безусловно, до Салюка и до Протасова, те начинали вообще с пелёнок. Валера именно достиг высоких результатов. Тут грех его там в чём-то. Он очень трудоспособный. Он очень трудоспособный. Он просто, наверное, меньше спит, чем сидит в автомобиле спортивном. Это правда. Особенно раньше это было. Когда он в студенте появился. И поэтому, естественно, он выделяется среди всех очень ярко. Савасен. Но, я ещё смотрю, как бы, вот в каждом из нас есть вложено... Но Горбань пришёл в автоспорт тогда, когда появилась команда МакКофе. И он, кстати, был одним из создателей. Ну, команда МакКофе появилась благодаря Валере. Я всегда это говорю. Но он пришёл уже состоявшимся взрослым бизнесменом. Бизнесменом, да. Не, начальным он таким ещё был. Не, ну как? В то время он уже был партнёр МакКофе, что там говорить. Ну, партнёром, да. Не было у него там этих теплиц, не было этих миллионов штук цветов в неделю. Ну, просто я могу привести пример, что у него был Peugeot 605-й, там, десятилетний на то время. А сейчас? И не было детей. Поэтому я говорю начальным. Я помню этот его подход к нам в Одессе. Расскажите. А что? Ну, в Одессе там где-то вот между допами мы там что-то были, он к нам подошёл, познакомился. Ну, и потом получилось так, что он в том числе руководитель этого Пранаба Синха, это такой был индус, руководитель Маккоффи в Киеве. Он с ним тогда был партнёром и он первый, вот он помог очень много в том, что он склонил Пранаба Синха к этому проекту. К этому проекту и сам в нём принял участие самое живое и денежное и... Ну, он вначале не планировал. Нет, вначале не планировал. Это так оно получилось как-то вот... Ну, подошёл к вам тем не менее. Не к тому бы было. Ну, тогда как бы к нам многие подходили всё-таки. Мы тогда... Мы тогда были как бы вот в пелетоне вот как бы над теми людьми, на которых внимание обращали. Субтитры создавал DimaTorzok